Задача власти как исполнительной, так и законодательной – слышать каждого жителя республики. Людям нужны внимание, поддержка и забота. Такое заявление сегодня сделал Сергей Гапликов на встрече с председателем Госсовета КОМИ Надеждой Дорофеевой. Стороны обсудили вопросы грядущей сессии. На ней рассмотрят 17 законопроектов. На некоторые руководители региона попросил обратить особое внимание. В частности, на изменения в республиканский закон о некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан. Речь идет о том, что любые изменения, будь то реорганизация лечебного учреждения, его модернизация и закрытие, должны согласовываться с экспертами, чтобы оценить возможные плюсы и минусы нововведений. Как отметил Сергей Гапликов, во время рабочей поездки в Усинский район к нему обратились жители мутного материка и щелья Божия. Там участковые больницы реорганизовали во врачебной амбулатории. И теперь, чтобы попасть к узким специалистам, жителям приходится ездить в Усинск за сотни километров. С учетом этого, я бы хотел предложить, чтобы депутатский корпус, при рассмотрении таких вопросов, обращались к экспертам, к врачам, а их достаточное количество, в том числе и среди членов Государственного совета, которые очень хорошо знают и в силу практики, и в силу своих профессиональных навыков, готовы, в том числе, предложить, может быть, и нестандартные какие-то подходы в решении таких вопросов. Ну и понятно, что депутатам, конечно, нужно прямо, что называется, на стадии идеи подключаться к работе консультативных советов при органах государственной власти. И, конечно же, уже на этапе формирования самой законодательной инициативы с привлечением экспертов, специалистов, с учетом общественного мнения, вырабатывать те самые решения, которые дальше пойдут в Государственный совет. И уже на уровне комитетов, экспертных групп будут рассматриваться в качестве уже предлагаемой законодательной инициативы. И еще один важный, по словам главы КОМИ законопроект, о фонде финансовой поддержки муниципалитетов. Как отметил Сергей Гапликов, правительству приходится работать в условиях жестких бюджетных ограничений, однако все социальные обязательства, которые взяла на себя республика, должны быть исполнены. Именно поэтому депутатам Госсовета совместно с профильными министерствами необходимо заблаговременно рассмотреть параметры бюджета, чтобы избежать роста дефицита и долгов региона. Сергей Гапликов также призвал депутатов Госсовета активнее взаимодействовать с народными избранниками муниципального уровня. Здесь для нас в первую очередь и всегда остается самой важной задачей. Это задача слышать каждого жителя региона, его проблемы насущные, которые, к сожалению, сегодня волнуют население. Быть открытыми, честными и, безусловно, максимально оперативно пытаться решить те вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. Хочу вас заверить, что депутатский корпус погружается, депутатский корпус готов взять на себя и возьмет на себя ответственность за принятие бюджета и с пониманием будет отстаивать интересы жителей всей республики. Надежда Дорофеева добавила, что в Госсовете уже начинается работа над бюджетом будущего года. В частности, готовится совещание по обсуждению республиканских целевых программ.